Валентин Катаев относился к той категории людей, которые немытем да катанем добиваются поставленных целей. С девяти лет он обивал пороги всех издательств, убеждая напечатать первые пробы пера, а в качестве моральной поддержки таскал за собой младшего брата Евгения. Настойчивость принесла свои плоды, оба мальчика стали писателями. Евгений Петров – одним из отцов Остапа Бендера, а Валентин – автором десятитомного собрания сочинений. Однако на литературном пути Катаеву приходилось подстраиваться под власть. «Какой богоданный талант! Но какой без принципов и без совести человек! Змея! Как ни повернется, все блестит!» – отмечала Мария Ташагинян. Был Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки. Так писал Иван Бунин. К двадцатому году Катаев успел демобилизоваться с фронта Первой мировой войны и поучаствовать на стороне белогвардейского движения, о чем сообщал Бунину в письме. «Вот уже месяц, как я на бронепоезде Новороссия. Каждый день мы в боях и под сильным орудийным обстрелом». Последний факт своей биографии Катаев пытался скрывать, но есть версия, что чекисты помогли будущему писателю остаться в живых, а подъем на литературный Олимп не обошелся без участия влиятельных лиц. В первую очередь с подачи Надежды Крупской, поставившей Катаева редактором журнала «Новый мир» или протекции Сталина, у которого автор «Сына полка» ходил в любимчиках. «У Катаева хороший характер. Когда он изобразит мальчика бледного, голодного и отнесет свою работу редактору, и тот ему скажет, что советский мальчик не должен быть худым и голодным, Катаев вернется к себе и спокойно переделает мальчика. Мальчик станет здоровым, краснощеким, с яблоком в руке. «У меня плохой характер. Я этого сделать не могу», — утверждал отправленный в тюремные застенки Бабель. Отводил молнии от Катаева и глава Союза писателя Александр Фадеев, приватно сообщавший, если б ты знал, какие на тебя телеги приходят. Со своей стороны, двуликий Янус, как его называли, то подписывал подметные письма против коллег с громкими минами, то старался помочь, чем мог, как в случае с поэтом Мандельштама. Несомненно, что в глубине души Катаев разочаровался в политическом строе, но не мог себе позволить жить в соответствии с цитатой в его же книге «Трава забвения». Самое драгоценное качество художника — это полная, абсолютно бесстрашная независимость своих суждений. Лишь во второй половине жизни Катаевский характер проявился с неожиданной стороны, писатель отказался от должности Союза писателей РСФСР и неожиданно покинул пост главного редактора журнала «Юность». Однако приближенность к власти не отменяла творческого дарования Катаева, оставшегося в советской литературе прозаиком, написавшего множество рассказов, пьес и даже сказок, как «Цветик-смицветик» или «Повести белеет парус одинокий». Почти все известные произведения Катаева экранизировались с его участием, а сценарий знакового фильма советского кинематографа «Цирк» соображался на троих, совместно с Ильфом и Петровым. Катаев превосходный писатель. В жизни он бывал и конформистом, и предателем иногда по отношению к друзьям, но он написал несколько гениальных книг. И я считаю, что поздние его сочинения, например, «С разбитой жизни» и «Кончая сухим лимоном» – это шедевры. Так подытожу один из современных литературных критиков.